Четыре финалиста, которые получат 150 тысяч евро. У всех есть амбиции снимать не только комедии, вот в этом я убеждена. И вообще хороший контент делать трудно. Красный флаг, что все, это денег не соберет. Среднестатистический зритель, если что-то слышал про Каны, это хорошо. Охотно дают денежные призы. Один показ, там тысяча евро. Всем привет, это подкаст на канале серийный продюсер. Меня зовут Николай Пак, и у нас сегодня в гостях Анна Громодехина, компания Movie Service, продюсер. Ильдар Шибанов, режиссер-постановщик. У всех еще куча всяких статусов, должностей и регалий. Мы сегодня обсуждаем фильм Ильдара Шибанова, премьера которого состоялась на этой неделе, «Горный лук». Этот фильм, он интересен тем, что не только как фильм, который получил награды на фестивалях, как интересное творческое произведение, но еще как кейс для того, чтобы разобрать на нем, чтобы ответить на вопрос, что-то вроде, как получить финансирование производства, как можно зарабатывать на авторском кино, вообще какие источники и так далее. Расскажи, пожалуйста, как вообще прошло, как вообще этот фильм создавался, если коротко. Коротко, мы два года назад подали, ну мы и до этого подавали, но именно этот проект «Горный лук», мы параллельно, я подал в лабораторию сценарную, центрально-азиатская сценарная лаборатория от ЮНЕСКО организовывалась, и параллельно мы подали в Венале Cinema College, это программа при Венецианском фестивале, которая дает деньги, поддерживает фильмы, первый и второй дебютный фильм режиссеров, вот, и прошли мы 12 человек, которых отобрали на первый воркшоп, прошли первый воркшоп, был питчинг в конце проекта, там была куча менторов, которые помогли нам довести проект до уже сформированного, и в итоге мы потом написали через месяц сценарий, послали им, и через месяц они еще нам ответили, что вот вы прошли финалистов, 4 финалиста, которые получат 150 тысяч евро, и вы должны снять фильм, типа у вас премьера в сентябре уже, поэтому давайте быстро снимайте. А заявка, она из чего состояла? Заявка состояла, там перечень, не помню, там был, кажется, тритмент, режиссерское видение, примерный план производства по времени, сколько займет, сколько дней, бюджет, да, вот. Ну а выбирали по каким-то критериям, что это было, на какую-то тему, там, социально. Нет, тему нет, они там со всего мира, прям разные режиссеры, разные авторы, и подают проект в паре, продюсер-режиссер, поэтому если даже собираетесь как режиссер, то вам наносит продюсера, потому что там есть половина заявки, это всегда финансовая часть, и планирование, вот, а так это, да, это отбор происходил, то что у нас был долгий воркшоп с разными менторами, они нам помогали там от того, как от сценарной части до продюсирования, и в итоге мы как раз питчили проект, это было, вообще происходит в Венеции, но из-за того, что была еще пандемия, это было онлайн, нас не повезли, к сожалению, так обычно этих 12 возят, и питчатся перед директором венецианского кинофестиваля, вот, и вот после этого ты посылаешь сценарий, и они отбирают. Уже на основе сценария, и всех материалов, насколько вы готовы к производству. Снять фильм за, там, сколько дается, там, тебе нужно снять его за, полностью должен быть готовый за 7 месяцев, где-то, например, от первого драфта до... Вы на английском языке это включили? Да, да, на английском. И сценарий перед ритмом все это на английском. Да, 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 все. Ну, где-то знание английского мое, где-то там помогала и моя супруга, и мой гугл-переводчик где-то. Твой личный гугл-переводчик? Мой личный. Нет, ну, у каждого есть личный гугл-переводчик. Вот. Да. И 150 тысяч это на один фильм дается? Да, это на один фильм, и это очень... Когда ты пишешь сценарий, тебя же не ограничивают, ты не представляешь, сколько это денег. Это очень мало денег, я вам скажу, для съемок кино, особенно если вы снимаете где-то в командировке, поэтому это прям вообще мизер. Поэтому мы сняли его за... Мы сняли его за 12 дней, вот, чтобы больше мы не могли себе позволить. Вот, да. Но, с другой стороны, 150 тысяч как будто бы равняется нашим брокатным комедиям, которые идут, да? Где-то примерно, да, такие бюджеты. Да. А насколько вы думаете, вообще много таких кейсов, сколько у нас таких вот получателей, таких грантов? Есть какая-то... Ну, вот, мне кажется, ну, во-первых, я хочу всех поприветствовать, всех слушателей подкаста, серийных продюсеров, поблагодарить Николая, что пригласили меня снова на записи, да, интересного, у вас всегда разговоры с вами очень интересны. Вот, вы практически единственный такой подкаст, который индустриальный, который исследует и незнанку киноиндустрии. Спасибо. Вот, и еще раз хочу поздравить Эльдара. Я уже поздравляла Эльдара и продюсера Юлию Левицкую. Вот, с выходом. Это действительно кейс, то, что сейчас рассказывает Эльдар, это практически, скажем так, это классическая система поиска финансирования, которая принята там в Европе и в США. То есть, у нас, не принято у нас, потому что нет институтов соответствующих, но очень распространенно, особенно в Европе, да. То есть, начинающие продюсеры, начинающие режиссеры в Европе могут себе найти вот таким путем финансирования на свой первый фильм. Их могут заметить фестивали, их могут заметить большие продакшн-компании, их могут заметить большие селзы. И у очень многих режиссеров именно вот с таких заявок, из таких фестивальных, около фестивальных институтов и начался путь в большой кинематограф. То есть, в биографии практически, ну, скажем, да, очень многих можно найти именно вот такие факты. Поэтому то, что Эльдар добился, а я знаю, что он не первый год это делал, подавал в разные, ну, такие же подобные институции, такие же организации, и вот, наконец-то, закономерно добился успеха. Это его большая победа, его и его команды. Вот. Фильм очень необычный для нашего кинематографа. Фильм красивый, скажем так, немного дал Оэса Андерсона и Виллу Вендерсона. Вот. Чувствуется такая рука, да, вот как Эльдар рассказывает, что работали менторы, чувствуется рука, скажем так, европейского человека с европейской ментальностью, с европейским культурным бэкграундом. Это вот в фильме всё очень чувствуется. Чувствуется, что очень хорошая работа была проведена в первую очередь с актёрами, то есть мы увидели новые лица, да, это театральные актёры, театр Артишок, но тем не менее вот в кино, на экране, мы увидели, вот, по-моему, впервые, да, вот главную роль, которую сыграл, он, по-моему, его дебют на экране. Да, кажется, что есть сериалы, да, и точно. Но очень многое в эпиз... Ну, не очень многое. Иногда я видел в эпизодах актёров Артишока, и мне казалось, что лучше даже... Да, в эпизодах лучше им даже не участвовать, потому что их... Они перетягивают на себя, да? Ну, даже как-то, кажется, это слишком мало, потому что это видео в спектаклях, и как бы, ну, актёры потом ты смотришь, ну, в принципе, как-то... Ну, да, то есть и свежие лица на экране, и Санжар Мади во второстепенной роли, да, он немножко так сейчас... Очень в хорошем плане экспериментирует со своим актёрским амплуа, и в «Жёлтой кошке» он потрясающий, да, был не похож на самого себя, и здесь у него такая роль не совсем для него привычная. Вот, и хорошая работа с детьми, потому что с детьми очень тяжело работать на площадке. Вот, да, там естественная органика, разумеется, работает очень хорошо, но мальчик потрясающий, девочка потрясающая, я думаю, что их тоже всех ждёт очень большое. Я думаю, что очень многие режиссёры и продюсеры, которые снимают детские фильмы, или так или иначе, задействуют, я думаю, что они прям возьмут на заметку главных героев, которые, в общем-то, ты открыл в своём фильме. Да, с прокатом, разумеется, опять-таки, это, мне кажется, полнейший энтузиазм команды Эльдара. Дистрибьюторы не взяли, да, я так правильно понимаю, никто не взял, но да, это понятно. Вы сами разговаривали с сетями? Да, да. Да, то есть это такое, они пошли трудным путём, долгим, трудным путём. Да, сами разговаривали с сетями, вот кто согласился, тот и взял. Получается только... Синемакс, Чаплин и Люмьера. Вот, Синемакс, Чаплин и Люмьера, да. Я могу представить, какая вот за рамками вот всего того, что мы сейчас говорим, осталась такая бюрократическая работа, которая на самом деле занимает очень большое время, да, занимает очень много сил и времени. Она не видна. Она не видна тем зрителям, она не видна, может быть, команде, потому что всё сосредоточено на то, что на экране, но то, что происходит за пределами экрана, это большой массив работы, вот без которого, в общем-то, мы бы не увидели то, что на экране происходит. Вот, поэтому, да, это прям молодцы. Ильдар и команда Ильдара. Юлия, она прям... Ну, у вас, у вас пись недели? Да, неделя, кажется, мы... Нам Синемакс дал две недели. Да, это прям большая работа, и мне кажется, это хороший опыт для нас, чтобы мы прошли таким трудным путём, потому что мы понимаем теперь механизм не только работы с дистрибьютором, а мы понимаем, как дистрибьюторы уже коммуницируют с кинотеатрами, какие там подводные камни, чтобы ты лучше... Ну, всегда хорошо, когда ты проходишь впервые, как в каком-то бизнесе в любом. Набиваешь свои шишки, и дальше уже понимаешь, как что-то или контролировать, и как выстроить процесс. А что стало более понятным? Ну, вообще, как устроен процесс, как устроен процесс коммуникации дистрибьютора с кинотеатрами, дистрибьютора с производителями, кто, да, на что делать акценты, на что нужно контролировать очень сильно. А вот если вернуться к грантам, да, то есть этот, как правильно назвали, это как конкурс, да, или... Он проходит каждый год? Он проходит каждый год, да. Он проходит каждый год. Кто-то из Казахстана каждый год выигрывает или... Нет. Нет, мы первые, кто выигрыли. Об этом же даже, да, что это первый случай, когда именно казахстанский проект до конца прошел. Может быть, подавались до этого? Да, за год или за два до этого проходил казахстанский проект и 12 проектов, но они не вышли в финал, да. А это прям первый, который... Ну, по-моему, Эмир Байгазин в Берлине что-то еще подобное при Берлинуле выигрывал когда-то. Да, по-моему, у Эмира Байгазин еще, когда Аня этим занималась, он тоже подобный же конкурс выиграл в Берлине. Но вот, по-моему, фильм, который он там снял, он до нас так и не дошел, он так и остался там. Вот я сейчас точно утверждать не буду, я просто помню, что да, он остался в Берлине заниматься подобным же при Берлинском фестивале, то ли колледж, то ли программа какая-то образовательная, он попал туда. А что было по результатам? Наверное, что-то было, но я вообще врать не буду. И это большой процесс того, что те авторы казахстанские независимые, которые хотят работать, ну, может быть, у них сложились какие-то проблемы именно в работе с госфинансированием или у них какие-то проекты, которые чуть-чуть выходят за рамки того, что о чем хотят говорить и на что дают деньги, они как раз ищут финансирование в таких фондах. Мой друг Жаната Альшанова, она вот как раз ищет уже, ну, это процесс, который занимает там годы, потому что ты собираешь, тебе нужен, например, бюджет 300 тысяч, и ты собираешь его по разным фондам, по разным фондам подавая в разные, и вот она плавно-плавно, она, кажется, собрала уже полбюджета своего, но уже три года его ищет. А до этого еще разрабатывала идею, поэтому процесс, который занимает годы. Да, это, кстати, да. Это финансирование без передачи прав, да? Да, в основном это поддержка, чтобы вы сняли этот фильм. Все остается у творцов, то есть для них нет такого. А какая-то отчетность есть? Ну, вот, например, у нас мы должны были, они нам передавали деньги, и мы как отчет, главное, это мы должны были представить готовый фильм на фестивале, и, ну, какие-то такие всякие размещения логотипов, уже технические вопросы, но вообще отчетность готовый фильм на фестивале. Потом права оставили нам, поэтому это очень круто, классная поддержка, что мы сами уже распоряжаемся. То есть можно собрать несколько грантов, да, на один и тот же фильм, да? Да. Да, да, то есть я, у венецианского такого не было, да, ограничений, что только они, у них только гранты. Есть, есть, да. А вот у них, да. Потому что разные фонды по разному, да. Да, у всех по разному. Кто-то, для кого-то это не принципиально, собирайте еще каких-то документов. Да, а у кто-то, нет, это только наш грант, потому что это наша программа. То есть у всех по-разному. Да, у них акцент на, именно на малобюджетное кино, автор, чтобы они нашли, как бы, способ рассказать свои истории вот именно в этот бюджет. Поэтому вы, говорит, можете привлечь такие неденежные услуги, помнишь, то, что мы тоже отчасти получили от наших друзей здесь в Казахстане. Так, да. Ну да, но это вопрос такой в разрезе того, что вот мы уже обсуждали, я участвую в эту тему, что у нас государственное финансирование, да, забирает права, кроме этого она брифует, что нужно, и после этого еще оценивает, ну, предварительно оценивает, насколько этот фильм идет, считается, национальным, соответственно, какой-то, ну, такой, государственной идеологии. И после этого все равно есть какая-то такая вот нужный-ненужный фильм. Ну да, с нашим государством там правила игры до сих пор не цены, они до сих пор непонятны, что даже по последнему пичингу непонятно у кого останутся фильмы, которые вот будут в конце мая. А вот этот вот, ну, опять-таки, это уже так недостоверно, но говорят, что вот, особенно раньше, Адильхан Иржанов снимает свои фильмы там за 50 тысяч долларов. Не знаю, насколько это правда. Да, то есть для авторского кино, ну, в смысле, достаточно денег на 50 тысяч долларов, 150 тысяч долларов или нет? Ну, мне кажется, что все, конечно, зависит от режиссера, от режиссерского видения и от его возможностей. Ну, да, Адильхан Иржанов снимал свои первые фильмы, наверное, все-таки за такие бюджеты, да. Вот, и в них всегда была идея. И, ну, что значит, была? И до сих пор есть во всех его фильмах идея, да. Вот, и на этой идее, конечно же, с таким малым бюджетом у него замечательные продюсеры, у Адильхана, которые, я так думаю, делали просто какие-то волшебные, фантастические вещи, которые, как я уже говорила, все осталось за экраном. Вот, но, разумеется, какая-то часть таких фильмов, конечно же, обходится с дружеской поддержкой. Вот, какая-то большая там часть, там, я не знаю, может быть, там какой-то рентал, там, либо поддержка в сетях, либо там договоренности между актерами, да. Глупо, наверное, не за полный гонорак. Да, да, то есть это все, вот это вот и есть все работы продюсеров, которые работают на площадке. Еще раз говорю, никто как бы их не видит и не знает, просто мы видим как бы результат, что вот там за небольшие бюджеты мы снимаем фильмы, которые потом берут мировые, и фестивали мирового уровня. Да, вот эта вся работа, как это договариваться со всеми, с каждым человеком, с этим 300, там, 400 людей, которые ты коммуницируешь во время производства, чтобы они давали что-то бесплатное, что-то с большой скидкой. Это прям как раз, да, и Юлия Левицкая, и Диас Шибанов, они вот занимались тем, что пытались поместиться в этот бюджет, который, потому что это так, как мой, ну, это не дебютный, это дебютный тот, который вышел, первый фильм, но снятый это в третий уже, но все равно это были такие независимые фильмы, и с таким, с том мы снимали больше на свои деньги, а это тоже мы нашли бюджет, и все равно ты впервые, когда пишешь историю, ты не ожидаешь, что когда это будет воплощаться, сколько это стоит, сколько это, вот как раз опытные продюсеры, тем и хороши, что они могут потом на уровне девелопмента истории, разработки, понять, что можно поменять так, чтобы уметь как бы с комфортом снимать в эти деньги, даже в 50 тысяч, это должна быть какая-то камерная история, но с очень интересным визуальным решением или каким-то аттракционом. Да, так что тут, ну, нельзя сказать, что, допустим, маленький бюджет это залог плохого фильма, да, и точно так же нельзя сказать, что большой бюджет это залог хорошего кино, нет, нет, и за достаточно скромные деньги можно снять великолепное кино. Все, конечно, зависит от работы команды, от ее профессионализма, от режиссерского видения, в первую очередь, ну, и самое главное, конечно, от энтузиазма и веры в свое дело, вот это вот самое основное, что поддерживать, должно поддерживать всех творческих людей. На площадке независимо вообще нет чего. И сценарий как основы того, что... Да, и хороший сценарий. Хороший сценарий, хорошая история, хороший сценарий, он искупит все недостатки режиссуры, там, актерской игры, вот, как яркий пример, это Маганн Назар Аудар, который вышел в прокаты, который там собрал, по-моему, по каким, у меня данные есть, 800 миллионов тенге. Ага. Да, то есть, это именно хороший сценарий, потому что если там посмотреть, там, конечно, можно и в слабую режим, ну, как слабую, такую ошибку в режиссуре, в операторской работе грубой, где-то там актеры не доработали, не доиграли, но именно историей это все... Зритель прощает все, потому что идет за историю, на хорошую историю, да. И в то же время, ну, тут я называть не буду, конечно, название этих фильмов, когда вроде бы все было у людей, ну, вот все сложилось, все, и ничего. Ну, например, «Бюджетс» с моими длинами. Да, например, это, да. Многие голливудские актеры. Например, вот это. Да, но вот сейчас у вас какие-то уже цифры есть? У вас два дня проката, да? Если сейчас перейдем... Нет, первый. Нет, первый сегодня. Первый день сегодня, не вчера. Вчера прокат был. Не в четверг? В четверг был первый день, да. Да, да, да. Какие-то данные еще есть с утра? Да, есть из части, но где-то, наверное, на треть заполняли. Ну, в «Люмьере» вот есть. Ну, там есть дневной сеанс, там два сеанса. Всего по одному сеансу, это такое веселое мероприятие. Ну, эта история с прокатом кино, она больше такая, чтобы увидело больше людей, или же, ну, как-то вот фрагментарно ее можно купить? Вот не фильм, я имею в виду, просто вот как бы расходы, усилия. Вот мы как раз и пробуем. Мне кажется, это, конечно, желание, чтобы увидело больше людей, чтобы узнали, посмотрели этот фильм, поговорили на те темы, которые хотелось затронуть в нем. И, во-вторых, это как раз понять, на что зритель реагирует, что получилось для именно зрительского кино, а что нет. Потому что это вот как раз важный момент, потому что мы все равно, изначально он все равно нацелен на фестивальную был публику, но, конечно, мы поэтому снимали Feel Good Movie, комедию добавили туда, чтобы это было более зрительское кино. Но поэтому все равно, что пока есть отзывы только с фестивалей, где там публика, из-за того, что она насмотрена и ходит, она прям активно реагировала, смеялась, что в Саудовской Аравии, что в Европе, а здесь мы вот как раз увидим, насколько это. Ты пойдешь в обычный зал? Я уже вчера сходил. Сходил с обычными зрителями? Да, с обычными зрителями. И да, они смотрят, это хорошо, и они реагируют, но, как мне показалось, зрители чуть-чуть у нас, как будто бы, они более зажаты. Зажаты. Боятся свои эмоции показывать, когда затрагиваются какие-то не прям темы такие слабости. Ну, знаешь, я вот есть такой момент, ну, такой тупой, правда, я скажу, первый раз вышел фильм «Очень страшное кино». Я смотрел его в кинотеатре «Искра», там такой маленький такой зал, но он был полный. Да, и он был полный, и я, как бы, мне было отвратительно, но я очень громко смеялся. Ну, то есть, это был такой очень, на тот момент даже, очень такой пошлый юмор, такой похабный, в том числе, но я очень громко смеялся, и у меня эти впечатления остались. Потом, когда я еще по второй раз посмотреть его, просто где-то вот я не помню. Он был не такой смешной. Не только потому, что я первый раз его, но мне кажется, вот этот эффект полный, может быть, вопрос в том, что когда на комедии заметили, когда полный зал, они как-то все больше настроены, что ли, смеются. В комедии, да, критическая масса должна быть того, чтобы зал... Это прям, я уже на многих показах тоже бы поняли, что когда вот собирается, потому что на показе вот на Евразии и на Бастау, на фестивале, да, когда зал полный, потому что были только премьеры в Казахстане, это, конечно, влияет. У тебя заражают соседи. Соседи. Да, да. Не рассеивается энергия. Ну, я думаю, что, скорее всего, эта история только для того, в большей степени для того, чтобы люди увидели фильм. Как можно больше. Вряд ли там будет какая-то, не обижайся, какая-то хорошая коммерческая история. Прям такая, которая бы могла бы там что-то, о чем-то серьезном, как бы говорить. Это просто для того, чтобы увидели фильм. И я рада, что наши кинотеатры это понимают и это берут, потому что, ладно, там Чаплин везде взял и только в Алма-Ате. В Алма-Ате? Нет, в Астане тоже не по-какому. Там, допустим, Синемакса и Чаплин это побольше кинотеатров, но вот то, что Лемьера взяла еще, то есть это прям такой, да, подвиг со стороны кинотеатра на самом деле, потому что... Это, получается, они где-то фиксируют уже потенциальный недобор, да, условно? Ну, вот тут, ну, наверное, да, потому что, если посмотреть лайнап, который выходит вот в эти дни, то там, да, там, по-моему, фильмов 5-6 новых выходят, доигрывают, доигрывают все остальные, а Лемьера, видите, он же такой немножко районный, локальный кинотеатр, туда не поедет никто, допустим, из других районов, там только люди, которые живут тут рядышком, вот, да, и за счет этого у них, конечно, заполняемость всегда очень хорошая на всех фильмах, вот, а это с одной стороны, а с другой стороны, да, им нужно разнообразие, потому что у них практически одни и те же зрители, одни и те же люди ходят, там, ну, сходили там они на стражи, сходили там они хотя бы в кино, и все, если не будет ничего нового, они просто не придут, а кинотеатр нужно, чтобы люди были, зрители были постоянно, поэтому, конечно, кинотеатрам выгодно брать как можно больше, большое разнообразие показывать, и в этом, наверное, основной конфликт с дистрибьюторами, потому что с дистрибьюторами выгодно наоборот, чтобы их фильмам давали максимально большое количество сеансов, и больше никого как бы не было, ну, да, вот, для того, что взяли Чаплина, Семи Макс и Люмьера, да, это говорит о том, что вот эта вот такая бешеная роспись, которая сейчас, к примеру, идет у трех фильмов, сейчас «Стражи галактики», хотя бы в кино 2, 2 и «Джохан 2», вот, говорит о том, что кинотеатрам совсем устраивает эта ситуация, то есть им нужно больше жанрового разнообразия, а для нас, как для, в том числе, как и для кинопроизводителей, это тоже будет таким показательным моментом, потому что казахстанский зритель, он у нас такой немножечко, знаете, он избалован, уже начал потихонечку быть избалованным нашим казахстанским кино, это в основном комедии, вот, и все, что выходит за рамки вот привычного клише комедийного, которое, ну, которое уже стало клише, реагирует он не очень хорошо, вот, и я уже, по-моему, не говорила в каком-то из своих интервью о том, что вот эта вот жанровая ограниченность, а вот, по-моему, кстати, дона и раньше, жанровая ограниченность, она ограничивает и нас, как менеджеров, и нас, как продюсеров, То есть мы перестаём уметь работать с другими жанрами. Мы умеем работать с комедиями, мы знаем, как это делать, мы знаем, на какие точки рэперные надавить у зрителя для того, чтобы он пошёл. Что делать с другим фильмом? Тут уже начинаются вопросы, что с ним делать. Соответственно, боишься вкладывать какие-то хорошие бюджетные деньги в рекламу, хотя наверняка иная комедия не требует такого большого промоушена, как, допустим, тот же фильм «Горный лук», условно «Горный лук», или же более серьёзный жанр. Но обстоятельность ситуации, реальность такова, что работаем только с тем, что есть. Есть у нас только комедии. И, разумеется, должен был в этом отношении ГЦНПК оказывать большую помощь, финансируя самое разное кино, и не только финансируя, но и доводя его до экрана для того, чтобы зритель видел и понимал, широкий зритель видел и понимал, что у нас хорошо снимают не только комедии. Потому что, ну, надо сказать, что и на деньги ГЦНПК снято много хороших фильмов. Не комедийного плана. И мало того, что хороших, не комедийных, так ещё и вполне жанровых, вполне коммерческих фильмов. То есть то, что могло бы заинтересовать зрителя. Вот, то есть это такая... Ой, работа, да, долгая, как всегда у нас. У нас за что ни возьмись, впереди предстоит долгая работа. Как будто мы вчера все родились на свет. Появились только, да, впереди предстоит долгая работа у нас. Позади у нас 30 лет непонятно чего, а впереди долгая работа. Ну да, у нас позади обычно такая какая-то, вот как я думаю, обычная какая-то коммерческая история. Она, ну, вот этот период времени, этот люфт, он что-то дал. Безусловно, да, он казахстанский кинематограф сейчас, ну, я не побоюсь этого слова, действительно, в своём регионе мы лидеры по производству качественного кино. Там у нас на втором месте. Ну, в каком-то сегменте Ютьюба, ну, тоже кино, оно тоже достаточно завоёвывает такой, даже выходит за пределы. Я не могу сказать, что это экспансия, но в Ютьюбе люди могут смотреть же фильмы не только из Казахстана, казахстанские фильмы. Да, 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 и за нами там, по-моему, на втором месте Узбекистан идёт, и тут тоже нужно считать, как, что выходит. Да, у нас 58 фильмов полнометражных вышло в Узбекистане, никто не считает. Во всяком случае, нам эта статистика недоступна, да сколько возможно, у них и побольше. Ну, там просто вопрос, да, качества этих фильмов, которые выходят в Узбекистане. Вот, поэтому мы, с одной стороны, лидеры по кинопроизводству в регионе, а с другой стороны, мы такие лидеры комедийные. Мы такие, да, мы всех смешим, мы комедианты, мы всех смешим. Хотя о серьёзных режиссёрах, фестивальных режиссёрах, да ладно, фиксом с фестивалями, просто серьёзных режиссёров. Мы как раз-таки на просто показе у Ульдара разговаривали с одним режиссёром, почему у нас как драма, так сразу арт-хаус. Нет. Драма – это точно такой же жанр, как боевик, как комедия, как, я не знаю, что, как триллер, как фильм ужасов. Почему? А у нас почему-то вот драма, наверное, арт-хаус. Наверное, не возьмём. Нет, хороших драм нет, хороших мелодрам нет, хороших боевиков нету. Один вот у нас прецедент был с фильмом «Ага». Вот, хороших фильмов ужасов нету. И это вот всё. Сейчас их прям снимают, кажется, много. Прям запустились в производство. Да, ну запустились, но пока ещё мы не увидели, что с этим. Да, и поэтому, конечно же, сейчас те фильмы, которые не комедийные планы, которые выходят, мы двигаемся так аккуратно, аккуратно, осторожно, либо не хотим как бы особо вкладываться в рекламные бюджеты, потому что не знаем, соберём или нет. Вот тут точно не знаю. То есть, если по какой-то комедии уже по трейлеру понятно и по постеру, честно говоря, понятно, что соберут или не соберут, и тут как бы с точностью до 99%, можно сказать. То вот со всем остальным жанром, тут уже начинаешь думать, как оно там всё пойдёт. Давайте как бы… Хотя ты чувствуешь, что потенциал истории есть, режиссёрская работа хорошая, и тем не менее, как отреагирует зритель, уверенности нет на другие жанры, кроме комедии. Очень большие вопросы за этим стоят. Отсутствие какой-либо аналитики, отсутствие каких-либо исследовательских институтов, которые просто бы про это говорили. Если телеканалы непонятно, они хотя бы рейтинги свои считают. У них там есть этот «Медиа», если она существует до сих пор, которая хотя бы что-то как-то считает по аудитории телеканалов, и они могут представить какую-то статистику, то по кино нет вообще ничего. Есть там какие-то там, ну, вроде бы Эрентрак завели, вроде бы этот ЕАИ завели. Сейчас, насколько я знаю… А так сейчас у всех? Всё больше и больше подписывают, да, киотеатров. То есть, но не абсолютно? Не абсолютно, нет, не абсолютно, но всё больше и больше подписывают кинотеатров именно в Эрентрак. Да, Эрентрак – это, на всех случаях, для зрителей, то есть, это такая система автоматическая подсчёта билетов, на основе которой можно, ну, просто собирать общую статистику, да, то есть, вот когда вы видите где-нибудь на сайтах IDB, там, или бокс-офисы, они все в основном собраны, условно, из таких систем. Вот, и если бы там какие-то были при крупных дистриберских компаниях или при крупных компаниях, которые занимаются производством в Ютьюбе веб-контента, у них же тоже есть очень большой массив аналитических данных, и это уникальных аналитических данных. Да. Вот, если бы хотя бы какая-то часть публиковалась, ладно, продавайте, если вы не хотите, ну, да. Я думаю, с удовольствием покупали бы очень многие, но я бы точно покупала эти данные, потому что и мне это нужно. Я думаю, что очень многие бы крупные продакшены покупали бы эти данные, чтобы потом хотя бы просто понимать, сколько нужно, допустим, мы хотим, у всех есть амбиции снимать не только комедии, вот это я убеждена, у всех есть такие амбиции, вот, и хотя бы просто рассчитать, вот мы снимаем, к примеру, там, какой-то, ну, условно, там, триллер, да, мы его, вот этот триллер собрал столько-то, столько-то, да, мы давайте вот этот потолок наш по продакшену, этот потолок у нас по промо, да, и вот такие вот эстименты и по сборам. Ну, давайте сделаем и что-то уложимся, что-то положим. Я думаю, это было бы очень супер востребованное данное. У Тикетона есть такие данные, у Кино Киезет есть такие данные. Понятное дело, что вполне вероятно, там Тикетона и Кино Киезет, это их коммерческая тайна, это их как бы основной коммерческий актив, вот этот бигдата, да, вот эти базы данных. Но вот без этой бигдаты нам сейчас в ближайшее время не обойтись вообще, то есть с этим нужно что-то делать. Опять-таки, наверное, я скажу опять-таки тривиальную вещь, которую я всегда говорю, ну, а кто нас всех может объединить в этом отношении, да? Кто может создать такую платформу? Ну, первое, что приходит, тот же самый уже ГЦНПК, который там уже, наверное, и кается, да, который, в общем-то, и создан для этого, да, им бедным, наверное, уже и кается последние там несколько лет каждый раз, ну, а куда? Они же для этого и были созданы. Вы знаете, до пандемии в России у Фонда Кино был такой проект, портрет кинозрителя, вот. Вот, он был, да, можно было, конечно, вопросов к этим цифрам, но они раз в месяц, там, по-моему, раз в неделю публиковали в индустриальном издании блютин кинопрокатчика результаты, вот. И я все эти цифры читала, я их смотрела, я прямо ждала, потому что с большей, с той или иной процентом там погрешности можно было коррелировать и на наш рынок, особенно по фильмам, где мы сходились, то есть и в России вышел, и у нас вышел. Вот. Потом пандемия, потом вот эта вот вся эта ситуация, и вот этого проекта, сейчас я не знаю, какая его, какова его судьба, но это был отличный проект. Да. Портрет кинозрителя, это были хотя бы открытые все цифры, которые, опять-таки, может быть, с ошибками, может быть, неправильно, но Фонд Кино собирал эти данные. Вот. Почему при нашем ГЦНПК можно сделать такой же аналитический отдел, такое же аналитическое подразделение, которое бы делало то же самое. Это бы пользовалось. Они пытаются сейчас что-то публиковать периодически там с агентства Министерства статистики вытаскивать эти данные, но они империруют данными именно того, как Министерство статистики это называет, там, производство какого-то визуального контента, то есть для большинства читателей это вообще абсолютно непонятные вещи. Да, и там уже очень многие объединенные статьи. Да, очень объединенные. Да, то есть в этом во всем нужно как-то, ну, разбираться. Да, всегда смотришь и учитываешь, что там могло быть. Но это, в принципе, очень во многом по таможенным кодам это тоже очень, ну, нужно очень разбираться, чтобы делать какую-то картину по статистику, там, импорта-экспорта. А вот такой вопрос обоим. Например, как вы думаете, что нужно, чтобы сети кинотеатров, условно говоря, взяли, опять-таки мы называем так, ну, как бы, фильм, независимый фильм, который не от дистрибьюторов. Ну, то есть, насколько ключевым фактором было вот, ну, вот награды, которые получил этот фильм, ну, до этого? Ну, это как раз, мне кажется, вещь, которая отталкивает дистрибьюторов. Особенно сейчас, после последних, вот, после пандемии, особенно, вот, мы переговорили, когда с дистрибьюторами, они говорили, что они обожглись от двух, на такие авторские проекты. А что это, фестиваль, значит, не будут собирать, что ли? Да, что это кино для, там, миллиона, и все. Потому что они потратили, вот, на несколько проектов маркетинговый бюджет, и такие, о, это бесполезно, все, даже не окупится он. И они сразу кладут любой фильм, который был на фестивалях, это все в коробочку, что это... Провальных фильмов. Провальный фильм, кино не для широкого зрителя, нет, вот. Поэтому это... Я бы, если вы хотите выходить в широкий прокат, я бы этим, ну, как бы, не козырял. Это, об этом классно говорить в такой какой-нибудь... СМИ? Да, СМИ, это очень... СМИ любят. Вот это такая тусовка, в крайнем кино, да, арт-тусовка, это, да, это козырь. А для бизнес-людей, вот, в кино, и, на такие, здесь прокатчиков и дистрибьюторов, это для них, такая красный флаг, что все, это денег не соберет, мы должны будем пробовать. Ну, то есть, не создается вообще никакого преимущества, что люди как-то вот... На данный момент нет. Ситуация, возможно, изменится, но сейчас в данной ситуации нет никакого, преимущество о том, что там ты собрал целый урожай наград на фестивалях, это никому не интересно. Во-первых, наш зритель, ну, скажем так, не только наш, не будем там наш, не наш, среднестатистический зритель, если что-то слышал про Каны, это хорошо. Это вообще хорошо. Как выглядит то, что там вы налепите на постер вот этот венок этих Кан, вообще ни на кого не обретет никакого внимания. Ну, то есть, никто не знает, по большинству, что вот эта награда, это вот рисуночек в углу, это и есть награда Каннского фестиваля. Вот. Кто-то чуть-чуть побольше знают про «Оскар». Вот. И на самом деле, зритель не делает... Меньший процент людей, очень небольшой, незначительный, делает выбор в пользу похода в кино. О, он там был на фестивале на Каннском, давай сходим, пойдем. Нет, никто так не делает. Абсолютно по-другому выбирает зритель в фильм для того, чтобы пойти в кино. И поэтому, конечно же, в этом отношении дистрибьюторов наших понять можно. Вот. Поэтому, потому что, а что такое выход через дистрибьюторскую сеть? Никто из дистрибьюторов не будет вас расписывать по трём кинотеатрам. Им легче вас не взять вообще, чем, да, возьмите нас, и в три кинотеатра нам будет достаточно. Ну, это вам достаточно, а нам недостаточно. То есть, у дистрибьютора сидит штат людей, которые в любом случае будут одинаково работать. 700 сеансов у вас, там 10 сеансов у вас, работа одинаковая. Вот. То есть, они не выделяют, что на 10 сеансов вот мы одного этого человека посадим, он всю работу сделает, и всё. Нет. Любая крупная компания – это система работы, это структура. Вот. Поэтому эта структура должна ну, как-то себя окупать, свою деятельность. Тут понятное дело. Поэтому совершенно верно и совершенно ожидаемо, что таким фильмам отказывают. Да. Это, знаете, такая интересная штука. Последнее время у меня происходит. Ну, Николай, извините, правда, тут в этом свете у меня вызывает удивление тот факт, что как попадают на экран эти фильмы, которые там попадают. В общем-то, да. Мне кажется, что некоторые так называемые коммерческие фильмы собрали примерно столько, сколько соберёт Эльдар, которые выходили через дистрибьютора. Ну, это уже такие как бы нюансы. Уже уровень профессионализма людей на местах. А в общем и целом, да, действительно так. Ну, там же всё равно какой-то есть риск, всё равно творческий. Может быть, он выглядел на комедии, как бы могла собрать. Ну, возможно. Ну, это да. Это я об этом неоднократно уже со всеми партнёрами говорю. Неоднократно о том, что пакеты надо чистить. Пакеты надо чистить и считать изначально, что принесёт вам прибыль, что не принесёт вам прибыль. Ну, то есть, там, если на выходе остаётся 2 миллиона тенге у дистрибьютора чистые деньги, которые у них есть, я уверена, что и от фильма Эльдара 2 миллиона тенге кто-то там себе оставит. Но это 3 кинотеатра всего. Если все дистрибьюторы с одного фильма 2 миллиона, ну, это зачем-то вы вообще берёте этот фильм. Да. Но в качестве оптимистической я вот так вот человек, который уже долго живёт, скажем. Вот. Я хочу отметить, что вот ещё в 2014-2013 году, когда ещё бежуха такая, в основном, всё ещё начиналось, я помню, когда мы занимались вот этими коммерческими фильмами, всё-таки тогда было такое, тогда был нарратив такой, нам нужно, чтобы наш зритель, как сказать, чтобы у него было, ну, то есть в кинотеатре было место для казахстанского кино, ну, то есть для казахстанского фильма. Нам нужно заставить зрителя убедить, что можно посмотреть казахстанские фильмы. Ну, время сейчас изменилось, сейчас такая крутая конкуренция, сейчас идёт речь о том, где плохие казахстанские фильмы, самые лучшие, другой жанр, как сказать, что из них более такие творческие, художественные, более ценные и так далее. Но это, в этом прогрессе как бы полеча виден. Безусловно, безусловно, ну, конечно же, время не стоит на месте, ситуация развивается, и прогресс очевиден, он виден и заметен, и прогресс в казахстанском кинематографе тоже очевиден, он бесспорен, ну, поэтому там мы сейчас лидеры во всём своём регионе по кинопроизводству. Вот, и теперь уже, да, идёт, должна прийти на смену следующий этап, когда нужно уже выбирать, что доходит до экранов, потому что выйти на экраны кинотеатральные, это самый дорогой вид вообще маркетинга, который есть. Выйти в онлайн, выйти на YouTube дешевле в разы, чем выйти на экраны. Это во всех странах мира. Это самый дорогой вид, скажем так, именно, да, имя маркетинга. Вот, поэтому, раз это самый дорогой, соответственно, как бы к нему и надо подходить соответствующе. Что мы берём, что мы не берём, какие у нас там риски, как мы берём, вообще стоит ли этот фильм вообще как-то, ну, брать в широкую роспись, может быть, действительно отправить человека там договариваться с кинотеатрами напрямую в какую-то одну сеть. Вот такие предыдущие. Да, да, и я как раз ездил на, один из призов был, то, что мы, помимо выигранного гранта, мы уже в Венеции, на премьере, мы узнали, что мне дали как раз резиденцию в Пари, в Форум, а, это Голливудская ассоциация международной прессы, которая Globus вручает, и фильм Индепендент. И я на три недели поехал в январе в Л.А. и общаясь как раз с независимыми какими-то этими продюсерами и режиссерами, которые рассказывают про свои кейсы. Там кто-то Co-Production Ливана США, кто-то разное кино, которое тоже не прям мейнстримное, и в принципе ты понимаешь, что это во всем мире такая система. Он также идет и договаривается, там, например, из-за того, что у них поделено там Нью-Йорк и больше там западное побережье, он в Нью-Йорке идет договариваться с кинотеатрами, потому что, да, дистрибьюторы многие не берут из-за того, что, ну, понятно, что это бизнес не пойдет. Это для, ну, как в еде. Кто-то делает там гамбургеры, кто-то высокую кухню, да, или маленькая, типа лапшичная, вот здесь, кстати, здесь же находится, прикольная. Она прям очень уникальна, но для маленькой аудитории, поэтому, да, это нужно понимать для какого количества и для какого... Но все равно это найдете вы своего зрителя, нужно понимать сколько. Слушай, а вот если касательно вот наград на фестивалях, как вообще работает? То есть тоже, опять-таки, сегодня развеемые мифы, вот, то есть рассказывают историю, что авторское кино, если снять за небольшие деньги, можно отбить за счет, ну, наград на фестивале. Как это физически работает? То есть ты получаешь награду, тебе какой-то небольшой тебе дают? Есть денежные, да, есть фестивали, где вот раньше, сейчас вот мы ездили на Red Sea, к импице, мы ничего не выиграли, к сожалению, но они вот такие продолжатели, я не помню, дубайский, да, было до этого, кажется, или фестиваль, большой кинофестиваль, где они прям хорошие призы вручали. Я помню, что Эми рассказывал, что они суроком гармонии, на что вы участвовали, кажется. А у нас какие-то суммы? Ну, не знаю, там 30 тысяч, 40 тысяч, 10 тысяч евро. Китайские фестивали обычно дают, охотно дают денежные призы. Да, их, в смысле, есть такое количество, да, и вот мы сейчас еще где-то было, ну, есть, да, и в принципе, помимо этого, еще есть минимальная плата за то, что фильм берут, когда мы сейчас впервые работаем, благодаря тоже венецианскому фестиву, а, нет, мы сами посылали, нам, конечно, дали список, но мы сами посылали, и с нами вот согласился работать международный Sales Engine, он как раз занимается фестивальным продвижением, и у них, они живут на то, что они берут с фестивалей, когда проходит фильм, за каждый просмотр, да, они берут какую-то ставку, у них есть стандартная ставка. За каждый физический просмотр участников фестиваля, за каждый физический показ, да. Если тебя приглашают в фестиваль, приглашают в фестиваль, ты не сам подаешь, допустим, у тебя уже есть имя, тебя приглашают в какой-то фестиваль, то да, ты за это можешь обозначить сумму. Ну и даже если, да, там тысяча евро, условно говоря, один показ, там тысяча евро. И даже ты подавая, и даже можешь подавать, потому что у нас несколько фестивалей мы сами подаем, он сам тоже подает, и они принимают, и он говорит, что вот у нас такая ставка, потому что, и он там половину себе, кажется, забирает на фестивалях. Вот, такая система тоже возврата денег, что ты на фестивале, как раз, ты не просто посылаешь фильм и там радуешься, что у тебя есть венец, потому что это тоже мы узнали вот в работе с сейлс-агентами, которые как раз получают на этом зарабатывать. Вот, и награды, и также, чем хороши фестивали, тем, что когда вы выходите, собираетесь, договариваетесь, например, о прокате в какой-нибудь стране, таком даже релизе онлайн, то если у вас есть участие в фестивале, его как-то превращивают к этому, и тоже это увеличить количество подписчиков. То есть, небольшой бюджет, в общем-то, в принципе, при такой настойчивой работе, постоянно регулярной, в общем-то, в принципе, да, отбить можно, откупить себе можно. Небольшой бюджет. Ну, я думаю, это такая интересная информация, потому что, мне кажется, что, условно говоря, такой дорожной карты, ее, ну, как бы, нет в головах, условно говоря, ну, начинающую кинематографию. Нет, такой дорожной карты, конечно, нет, и вообще, люди, которые, ну, идут на фестивале, и которым, ну, которым вообще нужно пойти на фестиваль, и хотят, то я бы не рекомендовала прям вот так вот, держать именно вот такую, как галочку, вот мы сейчас за, там, условно говоря, пять тысяч снимем, и как пойдем по фестиваль, и все это заработаем. Нет, это далеко не каждый фестиваль, далеко не каждый раз, и далеко, как бы, абсолютно разный разброс денег, то есть, там, там, тысяча евро, это просто условно, это там, за какие-то такие, скажем так, они же тоже все разные фестивали, там, вот там, какой-нибудь там, не знаю, Сандерс условный, может быть, что-то такое, да, я бы добавил, что как раз, это зависит от того, где была премьера вашего фильма впервые, поэтому, если у вас премьера где-нибудь была в каком-нибудь, там, незначительном, скажем так, в фестивале, то считается. В Мьянме, то никто не знает о нем, а если у вас была премьера где-нибудь в Каннах, то, конечно, у вас потом еще вы найдете, может быть, и дистрибьюцию, даже в европейских странах, и все фестивали охотно принимают, поэтому, как раз важна первая премьера. А это касается и Жаннового фестиваля тоже, то есть, с Жанномом вы тоже что-то заработали? С Жанном, да, с Жанном, не отбили, не отбили, но что-то получили. Да, да, у нас. Именно с наград, да? Нет, награды у нас, денежных наград не было, но вот эти вот деньги за показы, да. За показы, да. Ну, да, это интересная штука. Ну, вот сейчас, что будет происходить? Сейчас вы закончите прокат. Какие еще у вас способы, ссоришь, что я все время про деньги? Правильно, правильно, но какие способы монетизации еще дальше? Ну, дальше мы все, параллельно вели разговоры с платформами, которые как раз тоже отчасти ждут, насколько зрителям интересно в кинотеатре, они тоже ждут прокат, чтобы понимать, с какого количества зрителей идет на этот фильм, насколько интересно. Потом, да, мы еще ведем переговоры тоже с дистрибьюцией, возможной в Европе, там тоже ограниченный параллельно таким же, там может быть один-два кинотеатра, но все равно это... Вот, и, конечно, да, ну, может быть, потом телевидение, но это уже... Ну, вот по телевидению вопрос такой. Сейчас я правильно понимаю, что больше действует схема, что показ на канале в обмен на промо... Ну, это по желанию, да. Если кто-то может отдавать, кто-то, допустим, ну, так не делает. Ну, то есть, а на телевидении, на показе, на телевидении у нас, можно ли заработать? Ну, не заработать, имею в виду отбить, а вот какие-то деньги вообще получить? Или какие-то примерно? Ну, хотя бы какие-то получить можно, да, с казахстанских телеканалов, разумеется, не с ним. что это там, до пяти тысяч долларов, да, ну, Меньше? Нет, конечно, намного меньше. Все платят по-разному, и все зависит, конечно же, от того, опять-таки, от популярности фильма, от ожидаемости фильма. Вот сейчас, к примеру, допустим, за фильм, какая у меня была последняя, куда «Квартирант», вот, за него прям кинотеатр, телеканалы прям дерутся, да. Но он же был, этот, такой, хорошо прошел. Он и прошел хорошо, и на кинопоиске хорошо прям себя показал, да, себя показал хорошо. Это коммерческий жанровый фильм. Это коммерческий фильм, да, это коммерческий жанровый фильм. За, там, допустим, за фестиваль, условно, назовем так, фестивальное авторское кино, конечно же, там, больших денег не платят. Угу. Там, 350 тысяч тенге, там, что-то такое, 400, 450, вот так вот. Ну, в зависимости от канала, разумеется. А вот такой фильм, как «Горный лук», например, условно, «Грестреминг» платформы, ну, сейчас кинопоиск сколько можно получить за вот такое кино. А какой-то диапазон вообще для кинопоисканских фильмов? Сколько можно, за сколько можно продать стриминг, сервис? Ну, начинают обычно разговор от 5 тысяч долларов. Это в твердый счет без каких-либо, ну, вообще просто от 5 тысяч долларов. А там уже начинаются переговоры дальше. Ну, и там, разумеется, какого-то лимита нет. На самом деле, есть лимит у всех. На платформы тоже не раскидывают вертолетом. С вертолета деньги не сбрасывают над нашими территориями. У них все упирается в базу, в количество подписчиков. Все зависит от этого. Вот. И у них есть такой некий потолок, больше которого они не заплатят. Ну, сколько это может быть? 50 тысяч? Ну, сколько? я не знаю. Мне сложно сказать, потому что, да, да. Ну, я могу только из своей практики сказать. То есть, у меня были и 50 тысяч долларов. Практически единичный случай. Вот. Больше 50 не было пока. Ну, 50 это треть бюджета. Потом добираете на наградах, на наградах. Ну, это я так, конечно, понятно. Просто понимать емкость. Просто понимать, понятно, что это все кейсы, когда все очень успешно, успешно коммерчески, вызывает отлик аудитории, хорошая пресса, трофконцепт хороший, ну, все такое. Но с другой стороны, чтобы, знаете, развеять такую темноту, вот так, всего этого, всего таинственного понимания. Потому что у некоторых очень, такие, там, посмотрят, за сколько Netflix покупает, условно говоря, игру кальмара второй сезон. И думают, ну, так, давайте поделим на 10, и мы тоже сделаем. Нет, нет, это так вообще считать нельзя, потому что, если мы все, если мы посчитаем все те вложения, которые были вложены в тот же самый, куда квартиранты, и бюджет, и маркетинг, и вот эти сопутствующие много расходов, тоже сопутствующие расходы, допустим, там связаны с тем же самым выходом на кинопоиск, потому что у них, кинопоиск, это российская платформа, она подчиняется российским законам, вот, и прежде чем ты там, они берут, они возьмут фильм, но при этом, при всем они просят делать вот это, это, это еще дополнительное, вот если это все посчитать, все вместе, то деньги, которые мы получаем, это, в общем-то, в принципе, ну, ну, так, ну, нормально, окупили свои, в общем-то, ту работу, которую мы сделали, мы как бы и окупили, вот, основное, конечно же, вид заработка, это, это прокат кинотеатральный, слушайте, по-моему, я уже 115 раз, адепт казахского кинотеатрального проката, ну, это на самом деле везде, во всем мире такая ситуация, во всем, нигде там, давайте сейчас не будем брать Netflix, вот, игра в кальмары вообще не показатель, игра в кальмары, это проект самого Netflix, они четко понимали, зачем он, тут точно так, как и корона, да, то четко понимали, зачем они это делают, и они сюда как бы сняли, они пошли на британский рынок, вот, и до этого провели исследование, что максимальное количество британских зрителей, какие истории будут смотреть, единственная история, это про королевскую семью, как бы там это сейчас, каким бы анахронизмом ни звучало, во всем британском союзе, вот, все, что касается королевской семьи, это всегда у них там топовые просмотры вообще в медиа, везде там, на телеканал, поэтому они эту корону там, шесть сезонов, по-моему, и сняли. То же самое и игра в кальмары с Кореей, то есть, это предметная такая работа, целенаправленная работа именно с корейским контентом, и это их, они не покупали, они сами для себя сняли, вот это нужно очень четко понимать, это не чужой контент, за чужой контент Netflix таких денег как за свой собственный не заплатит, но это очевидная вещь. Ну да. Вот, точно так же, как, допустим, тот же самый Кинопоэк на свои собственные проекты, так называемые оригиналсы, всегда дадут, как бы, ну, в разы больше денег, тоже там, не какие-то там, не волшебные там суммы, да, чем за покупку чужого, и это неважно, там, казахстанский это будет контент, либо российский это будет контент, там, такие же свои есть потолок, выше которых они поднимаются. Вот у меня есть кейс, с нами была как раз, мы были четыре участника, вот, Бин Али Синема Колледж в Л.А., и было две девушки, одна участница основного конкурса, или «Хоризонты», и одна была с Южной Африки, и вот они сняли свой фильм, тоже прям с брата, с семьей такие, сняли фильм, независимо называется «African American», и они сняли его, что-то за тысяч, наверное, пятьдесят, и они такие, о, а когда узнали, какой бюджет там у создательницы, того, какая была в конкурсе, девушка, она, и она рассказывала, или шестьдесят, она рассказала, что из-за того, что Netflix пришел на Южную Африку, ну и вообще в Африку, они покупают контент, и она, вот они купили у нее, и купили тут же ее, с помощью, получается, сделка была там, более шестидесяти тысяч, поэтому было, да, если куда-нибудь, на рынке куда приходит, только Netflix, где они покупают все, даже, наверное, по завышенным ценам, там есть возможность еще купить, а так, поэтому мы ищем легкие деньги, мягкие, которые можно взять в фондах, чтобы... Но сейчас легче, вот, разговаривать с тем же, то есть, с кинопоиском, вы ведете переговоры, да, ну, не с кинопоиском, с трейнг-платформы, стратегиями, не хотим назвать, да, или же там... мы с разными, да. С разными. С разными, да. То есть, они сами выходят, или как-то вы ищете контакты, с ними начинают, ну, продюсеры начинают разговаривать? Да, продюсеры посылают запросы, посылают информацию, презентацию, и уже потом ведут переговоры. Ну, я вот, смотрите, я вот попробую рассказать такую картину, давайте порассуждаем, правильно я рассуждаю или нет, то есть протест суден. Мне кажется, я без относительно какого-то опыта в других странах, а вот вообще, как бы, грубо, наверное, должно быть устроено. То есть, независимые режиссеры должны получать возможность снимать свои картины. Это не означает, что весь его путь, ну, такой путь авторского кино и так далее. То есть, условно говоря, продюсеры коммерческие, ну, любые какие-то продюсеры, кто угодно, могут заметить этих режиссеров, в том числе сценаристов, в том числе актеров, ну, любых участников этого фильма, потому что это, ну, скажем так, такое яркое выражение какого-то такого, скажем так, творчества. Вот. Любой коммерческий фильм, ну, никто, мне кажется, специально не говорит, что давайте это будет все очень шаблонно, ну, всегда все специально шаблонно, специально будут одни и те же актеры, одни и те же режиссерские ходы, одни и те же... Никто так... Так не говорит, но почему-то получается. Так получается. Но я имею в виду базовое, то есть, все равно, то есть, вот так вот, вот. И, соответственно, это та же возможность, как бы, условно говоря, возможность показывать людям, да, там, ну, какие-то свои возможности, которые там, может быть, там, я не знаю, у них нет возможности в других проектах показать. Возможно. Ну, бывает же так, что материал, это тоже вопрос. Художнику-постановщику, если ты говоришь, сценарий такой-то, конечно, в идеале он должен проявить даже вот в этом условном сериале, который, например, я снимаю для телевидения, да, он должен тоже что-то там проявить, но это не будет каким-то громким, там, как сказать, высказыванием. А материал тоже, от этого тоже зависит, как бы, да, работа каждого... Конечно. Каждого члена команды, да, зависит от материала, который он делает. Вот. То есть, соответственно, это должно влиять и на такую коммерческую, скажем так, индустрию тоже положительным образом, потому что чем больше независимое кино, плюс вот коммерческого, тем больше может быть фильмов, которые могут быть известны за пределами страны, что тоже придает дополнительный импульс, в том числе, как бы, индустрии, да, там, о том, что, может быть, какие-то наши ребята, они будут делать международные фильмы или участвуют в международных проектах, это не обязательно режиссеры, ну, разные и так далее. То есть, кажется, что это такая взаимоподпитывающая вся история. То есть, это не все вот такое, здесь вот авторство, вот они делают искусство, вот эти делают какое-то вот только ремесленничество, какое-то там, да, коммерция, вот здесь базар, а вот здесь вот выставка, условно говоря. Музей. Да, музей. Вот, кажется, что как будто бы вся эта история должна взаимно как бы дополнять друг друга, там, ну, я уже такой самый банальный фильм Бэтмена, Нолана, да, то есть, ну, какие-то такие вещи, когда одно влияет как бы на другое, абсолютно коммерческая какая-то такая, даже такая поп-культура, ну, перенесенная с авторским контекстом. Ну вот, и исходя из этого, не кажется ли, что если у коммерческих, например, проектов есть какой-то более понятный путь, понятно, что там, ну, как, путь денег, он всегда более понятен, что он более конкретен, как бы, да, чтобы, а что должно произойти, чтобы вот понимание, что вот это независимое кино, назовем его, независимое, авторское, как угодно, артхаус, что он, ну, там тоже должен быть какой-то, как сказать, тоже должна быть какая-то дорожная карта, понятно, как это должно развиваться, и что это нужно. Ну, вообще всем нужно. Не просто там им нужно, потому что у них там зуд такой там, они должны творчески колоражаться там. Ну, если им надо, пускай они там и что им там сидят и делают живут в своем мире мне кажется, что как будто бы нужно это разложить на части, нужно понять что нужно если к вопросу опять РГЦН, ПК или вообще то есть самой представительной индустрии что нужно делать, чтобы независимое кино было легче делать то есть меньше было этих препятствий то есть раньше, честно говоря, я думал ну и хорошо, они гении им препятствия закаляли, это не фильмы лучше становится, теперь я так не думаю честно говоря, я думаю и так препятствий дофига как бы, ну в смысле вообще творчество делать, вообще хороший фильм, прекрасное произведение искусства вообще делать трудно, и вообще хороший контакт делать трудно, хоть все, хоть у тебя денег будет много, все равно трудно то есть препятствий хватает, короче вот, но вот как вы думаете, что нужно делать конкретно в нашей ситуации в Казахстане? Конечно, мы всегда говорим, так или иначе возвращаемся к РГЦН, ПК, потому что в общем-то, в принципе, никакой другой структуры у нас нет вот, то есть никакой другой, там независимого какого-то института какой-то организации там у нас тоже нет которые могли бы этим заниматься вот, поэтому так или иначе мы к этому поневоле возвращаемся, хотя вполне вероятно, наверное не то, что вероятно, а очевидно, что это, конечно же, там не единственный РГЦН, ПК, там, ну да, должны заниматься, можно сейчас много накидать чем они должны заниматься, и это все будет справедливо, и этим, и этим, и этим и этим, да, вот, но сложно сказать, может быть, там сложно сказать, что, вот, кому это еще могло бы быть интересно ну вот, то есть, в данном случае, да, это венецианский фестиваль, да, вот, вот такой большой, большой фестиваль с историей, вот этот юбилейный, по-моему, 50 лет, да, вот в этом году он будет венецианскому фестивалю, нет, больше 70, да, вот, то есть, есть Каннский фестиваль, тоже фестиваль с историей, это уже сама по себе большая индустрия, которая, разумеется, и рождает такие вот колледжи, резиденции, институции, которые и работают, в первую очередь, там дали денег, сняли, и Эльдар показал это на венецианском фестивале, то есть, показал это зрителю, им, да, они понимают, для чего они это делают, для того, чтобы привлекать к себе из самых разных концов земли творческих людей, которые вот вместе бы варились в одной вот под руководством как бы вот этих опытных менторов, да, и что-то, и делали что-то новое, вот, фестивали понятно для чего, там, и при берлинском, и при Каннском, и при венецианском, при всех, при Сандельс, при Торонто, при Лакарно, так или иначе, это все есть. Если человек, опять-таки, мы идем от человека, если человек активный, он хочет это сделать, он где-то что-то обязательно идет, но если мы идем, смотрим с точки зрения государства, структуры, системы, планируем в долгую, то, понятное дело, это, опять-таки, должна быть инициатива именно с государства, сверху идти, от министерства, то есть, фестиваль, он всегда проводится, ну, на деньги государства, они там привлекают каких-то частных, но, тем не менее, это как бы на деньги государства проводится. Значит, обязать, да, чтобы они делали такие же точно лаборатории, точно такие же резиденции, точно такие же инициативы для молодых режиссеров. Вот у нас сколько лет проходил в Евразии, всегда мы говорили про копродукцию. У нас эта копродукция вообще где? Вот на последнем Евразии был мастер-класс, очень хороший по копродукции, вот грузинский, по-моему, режиссер, во-первых, он говорил очень правильные вещи, мне прям, ну, очень понравилось то, что он говорил, участник вот в основном в жюри, он говорил, во-первых, про национальные фильмы, он сказал очень правильную вещь, что не надо давать определение, что такое национальное кино, любое кино, которое снято в вашей стране, это национальное кино, потому что любое кино, которое говорит о проблемах вашей страны, это национальное кино. То есть искусственно придумывать национальное кино-это не надо вообще, вот, это неправильно. Это, кстати, Владимир будет убирать? Или это, мне так сказать? Пока это действует? Ну, вот пока у нас мы не знаем ничего. Может быть, вот после питчинга, в конце мая, который пройдет, нам что-то скажем более подобное. Ну, убирать, например, самое главное, что и не надо было вообще водить вот эту... Жить в такой логике. Жить в такой логике. Это хорошие фильмы, а эти фильмы нельзя смотреть. Что такое национальное кино? Они портят молодежь. Да, ну, вот. Патриотическое кино, может быть, можно как-то определить, да? Историческое кино можно как-то определить. Но национальное кино? Вообще не надо было водить даже такой термин. Это как бы некое такое... Как оно соответствует Конституции, кстати, надо посмотреть. Да-да-да, является, да. Является, да, не является ли там каким-то... Не подпадает ли по каким-то статьям. Пока в наших реалиях это как бы только один, значит, вот такой вот путь. Ну, либо же, знаете, как у нас... Фестиваль, флоговое действие фонда. Например, фонд, фестиваль, он должен быть. Ну, без этого никак. Тем более, что он столько лет у нас проходил. У него хорошие результаты. Да. Вот. Ну, возможно, там пускай министерство что-то еще какое, что-то еще образует. У нас министерство любит что-то образовывать, которое потом ищешь там какие-то там концы, где это потом все, да? Поэтому, ну, вот в данной ситуации иных путей, на мой взгляд, нет. Либо же это такая инициатива, либо инициатива снизу. То есть тогда, когда мы должны объединиться самыми силами кинематографистов, понимать, что мы хотим, для чего мы хотим, и пошли искать спонсоров для этого. Да. Каких-то спонсоров, каких-то инвесторов, которым бы по каким-то причинам это было бы интересно. Но при этом при всем нужно понимать, что это, знаете, это ведь игра в долгую. Да. То есть ты сразу не получишь результат. Там должно быть год, два, три, пять, десять, прежде чем ты, во-первых, увидишь какой-то результат, и там спонсоры, а это только спонсоры, вряд ли это будут инвестиции, да, увидят, что вот да, я не зря даю этим ребятам столько лет там эти деньги. Действительно, они там привезли мне там главный приз Каннского фестиваля в страну привезли. Ну, то есть вот такие вот амбиции должны быть у людей, которых, частного бизнеса, которые вот теоретически могли бы заинтересоваться поддержкой финансовой вот такой вот инициативой. Да. Ну, Ильдович, ты думаешь, у тебя же два фильма, у тебя же они коммерческие. Ну, не коммерческие, а жанровые, скажем так. Ну, один, да. Ну, в принципе, это тоже. Ну, это. А тот, да. Ну, не, я совершенно согласен с тем, что прям не хватает фестиваля, особенно бизнес-площадки, потому что вот как раз на Евразии и родились, например, ой, я знаю, уроки гармонии, потому что он выиграл питчинг, как раз стал работать с Анной Качко, и вот как раз это, и в итоге первые награды у Берлинского фестиваля. Серебряный медведь. И там не так много, кстати, времени прошло с того, как они, в принципе, начали развивать по-новому, открылся, открылся в Евразии, ну, да, лет пять прошло точно. Вот, поэтому это такой процесс, который нужно начинать, и это площадка, где как раз, потому что одно дело ходить в кино просто, а другое дело, когда ты на уровне идей, на уровне проектов, и уже на уровне уже поиска, уже в дистрибьюции, смотришь, получаешь менторскую оценку. Как раз вот вопрос в том, что, мне кажется, не хватает еще такой экспертной оценки, и даже вот в том же фонде, в ГЦПНК, людей, которые по-настоящему понимают, из чего складывается успешное кино, потому что на уровне, потому что продюсеры, которые, сценаристы, продюсеры, режиссеры, которые много работали, создали много картин, большие будут прошли, большой опыт имеют, они могут минимизировать риски, чтобы как раз не выделялись по 300, по 70 миллиардов тенген на проекты, которые не принесут принципы, потому что там многих проектов на уровне сценария, даже сценарий, вот экспертная оценка, на уровне сценария, ты понимаешь, что это зрителям не будет интересно. Зачем тратить такие деньги для этого? Поэтому, мне кажется, не хватает людей, экспертов, которые, да, это прямо работа. Мне кажется, его и в наших министерствах тоже не хватает. От этого все, да. Нет, это совсем база. Компетенция, которая нужна через образование. Это база, Николай, но у нас ее тоже нет. Нет, тут уже такое. Да, она у нас тоже такая, очень слабенькая база. Это уже немножко касается вообще всех отраслей. Всех отраслей, да. Уровень профессионализма во всех отраслях менеджерского. Как я говорю о нашей команде, очень часто, когда мы что-то, кажется, что что-то хорошее сделали, я говорю, надо не забывать, что до пандемии статистика каждый год уезжало 40 тысяч человек. И тогда у нас движение вот гастарбайтеров в Корее еще не было так сильно. И это 40 тысяч таких конкурентноспособных. Конечно, конечно. И, может быть, это не совсем наши заслуги. Это просто люди каждый год уезжали по 40 тысяч, и поэтому чуть-чуть... Кто остался, тот кто. Это вот мы. Вот мы остались, да. Может быть, мы не сильно и конкурентоспособны. Просто других нету сразу. Но вы знаете, я вот такую штуку, тенденцию вижу, опять-таки, исходя из наших подкастов, что мне кажется, ну, я с вами согласен, вот все вот эти и события, и институты, и вообще индустрия должна вся эта как-то спаиваться, да, то есть, и на уровне вообще вот какой-то вот такого мышления все должно быть... Брать вообще все какие-то такие заблуждения, ну, не заблуждения, скажем так, а такие нарративы, которые иногда они все, ну, исключают одно другое. Там авторское кино должно зарабатывать, одно, для чего, потом опять-таки патриотическое кино, что национальное кино, и вот этот вот, ну, мне кажется, где-то из Советского Союза идет такой немножко искривленный, это типа какое кино нужно опять-таки показывать людям, ну, и вот такое, вот. Но мне еще кажется, что один из шагов, это, ну, и то, что, мне кажется, я вижу, может быть, потому что эти подкасты тебе больше объяснить, мне кажется, что вот опять-таки те же производители, они должны укрупняться, чтобы их... Кажется, что есть такой, как сказать, нарратив, что вроде бы можно сделать такую ассоциацию кинематографистов, и там каждый равен там одному голосу, но мне кажется, в нашем случае не совсем это эффективная штука, потому что мне кажется, что, ну, должны укрупняться те же производители, появляться какие-то киностудии, ну, киностудии в смысле не помещений там, да, а вот продакшн студии, которые должны стать кинокомпаниями, условно говоря, три, четыре, сколько-то, которые вот, ну, вот они трое-четыре собираются, они влияют на рынок, во-первых, во-вторых, у них есть потребность в этих анализе данных, ну, вот во всем этом, что мешает там, условно говоря, индустрии. Я не говорю, что они должны все это решить, но, например, даже влиять на тот же ГЦНПК, понимаете, ну, то есть, ну, мне так кажется, что, например, сети кинотеатров каким-то образом могут на что-то влиять, потому что это все какие-то какие-то компании, да, ну, они в том числе и в каком-то лоббировании в государство, то есть, они могут вести какой-то диалог, потому что это не, там, условно говоря, не две тысячи людей, которые занимаются кинопрокатом, или там, не знаю, две тысячи кинотеатров в каждой по отдельности, и вот надо их объединить, какой-то съезд, там, ну, и вот все такое. Вот. И я кажется, что должны появляться крупные, крупные... Были примеры таких объединений, попытки, кинотеатры пытались объединиться, да, и постоянно какие-то расприи, ссоры пошли, да, был же союз, там, они, это была здравая инициатива, вот, и были предприняты несколько попыток объединить, и вот, как вы говорите, Николай, кинокомпании, там, тоже, и это тоже, как бы, я даже не знаю, с чем это, то ли психология, то ли ментальность, мы объединяться можем только из-под палки. Не, я не понимаю. То есть кто-то будет на нас что-то стоять. Не, я вообще... Действительно, это должна быть такая, как я уже сказал, инициатива снизу, людей, четко понимающих, ради чего они это делают. Вот сейчас, к примеру, Лига кинематографистов начинает объединяться, собираться там где-то на казахфильме, да, борьбе там за свои права, и я вот разговаривала, по-моему, на последнем выборе критиков с молодыми людьми, они говорят, да, мы хотим, чтобы потом там отдельно, как в Америке, гильдии актеров, гильдии профсоюзы сценаристов, где большая забастовка идет, опять-таки гильдия продюсеров, то есть мы хотим вырасти вот в это во все. Но эта вот инициатива идет снизу. То есть, ну, два способа, либо это должно идти сверху, либо это должно идти снизу. Когда это идет сверху, мне кажется, оно как бы все идет наверное чуточку быстрее. Опять-таки чуточку быстрее, если в начале стоит вверху стоит человек, который четко понимает для чего, и перед которым четко стоят какие-то задачи. Вот так и так, вот к концу года гильдии должны быть созданы. Ну, это очень упрощено. Что хотите делать? Но я в этом плане, мне кажется, как-то надо вообще нам поменять. Мы вот начали с того, что вот это ЦНПК, которое все критикуют. Я считаю, что базово надо относиться к этому так. Вообще нету никаких добрых, дядей от государства. Нету. То есть, и критиковать их нормально. То есть, вот он приходит, и никто не будет тебя хвалить. Тебя могут хвалить, только когда ты уйдешь. Ну, там, это, честно говоря, касается вообще управления государством. Никто у тебя, вообще не должно быть типа вот этот баланс, чего вы только критикуйте. Ты выходишь, приходишь заниматься этим, тебя всегда будут критиковать. Это нормально. И еще, все должно происходить только под давлением. Ну, я думаю, моя мужская тема, программирует, что типа доброго никто не придет никогда. Ну, такой, какой-нибудь чувак, который вот он болеет, он может больше болеть за что-то, за кино, меньше, министр культуры может быть поэтом, а может быть выйти из музыкантов, может выйти, и, наверное, из той отрасли, куда он вышел, на что-то он больше влияет. Но в общем, это нужно на всех них оказывать какое-то давление. Ну, давление, да, вот какими-то путями объединения. Про кинокомпании я не говорю про объединение, потому что это тоже такой вот топичный бизнес. Я говорю просто про то, что вот сейчас, может быть, какие-то будут появляться компании, ну, в смысле, ну, там вот опять-таки, вот, например, там у Александра Аксютица с Шопан какие-то, ну, тоже есть амбиции, там, то есть быть производителем, который делает там много компаний, ну, много фильмов, например. такие амбиции у всех есть же. Ну, так это классно. Просто, мне кажется, чтобы они должны появляться, никто их государством это естественно не решит. Но, вот эти крупные игроки, они все кинематографисты, понимаете, я вот в этом одновременно я не верю. Вот они напишут письмо коллективное, я верю в то, что 4-5 будут крупных производителей, и они будут очень сильно влиять на рынок, если вот такой вот, и вот их все равно будет лучше, ну, как бы слышно, потому что вот эти вот тысячи, ну, я так думаю, в парадигме, они не оказывают давления серьезного на... Потому что, ну, как они рассуждают? Это же творческие, они там развозненные, одному мы сейчас фильм дадим, одному там должность дадим, одному там и все, и ничего не будет. Все, Николай, так и рассуждали. Вот в нашей системе все так и рассуждают. Никто, сейчас начнешь критиковать ГЦНПК, ну, не получишь ты деньги на печень. Вот так, все так примерно рассуждают, Начнешь там критиковать государство, министерство, ну, опять-таки, что-то там такое, ругаться с кинотеатрови, ну, все, не выйдешь никогда больше со своим фильмом никуда. Я никогда не ругаюсь с кинотеатров, я всегда кинотеатров говорю. Кинотеатры самые лучшие, самые классные. Я прокатом не занимаюсь, но на всех случаях я говорю кинотеатры... На всякий случай, да, кинотеатры самые лучшие. Но на моем канале выходит много и критического видео по сети кинотеатров. Я всегда ругаюсь с прокатчиками. Вот с ними можно, а с кинотеатрами нет никогда. Ну, большое спасибо вам еще раз за беседу. Спасибо. Вам все равно денег в прокате, хоть и у вас небольшая роспись. Даже не, ладно, даже не денег в прокате. Зрительского признания, вот это самое важное. Люди посмотрели и люди оценили, потому что, ну, я так понимаю, этот фильм, у него такая очень долгая история, история, в него вложено много усилий, энергии. Вот. И, ну, такая история, мне кажется, должна продолжать жить, как бы, потому что, ну, потому что это еще одна, еще один вклад, вот опять, в нашу общую такую казахстанскую, вот эту творческую, киношную движуху. Ильдар, вообще красавчик, ну, я так от себя, он такой очень настойчивый человек. Они так вместе со своей семьей очень настойчиво, шаг за шагом. Это, мне кажется, очень ценно, без истерик. Продолжают заниматься творчеством, и это очень круто, это очень ценно, мне кажется, это обязательно должно воздаться. Все, всем спасибо, смотрите кино в кинотеатрах и на платных сервисах. Спасибо. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok